Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для любви занозонька. Коллектив Славяносербска сегодня разучивает новую песню. Ее слова как нельзя лучше описывают происходящие на Донбассе события. Действительно, для украинской власти эта территория стала занозой, но для местных это святая земля, которую сейчас они защищают. В последние годы концертов стало меньше. Боятся, что во время выступления может прилететь очередной снаряд. За более чем 40-летнюю историю, что существует народный коллектив, только в 2014 году возникла музыкальная пауза. Но Баян пылился недолго. В 2015 году мы не смогли не петь, хотя у нас тут бомбили, громили. Тем не менее, мы собрались и с 2015 года снова уже работаем в полную силу. Девчата у меня все замечательные, они просто не мыслят себя без песни. Сегодня коллектив местного ДК готовится к региональному конкурсу, где девчата, так они себя называют, исполнят новое произведение. Творческие коллективы Центра культуры и досуга Славяно-Сербского района, как и все, ждут, когда над ними будет мирное небо. Как только это все закончится и все расстается по местам, мы тут порвем всех. Мы работали все это время на победу и продолжаем этим заниматься. Есть такие большие надежды и предположения, что все вернется на свои места, и культура Славяно-Сербского района заиграет новыми красками, благодаря тому, что вот на днях мы получаем долгожданную, 30 лет ожидаемое пополнение звуковой, звуковоспроизводящей и световой аппаратуре. Благодаря нашим друзьям из Алтайского края. Оборудование для крупного учреждения культуры и досуга подарил депутат Государственной Домы Александр Прокопьев. Жители благодарны за оказанную поддержку и заверили, что современная аппаратура простаивать не будет. Что-то установят в концертном зале, что-то будут использовать на выездных мероприятиях. Надеюсь, что то оборудование, которое мы сегодня здесь выгрузим, то оборудование, которое мы сегодня сюда доставили, поможет этим коллективам презентовать свое творчество. Музыкальные инструменты получила и славяносербская школа искусств. Барабанная установка, гитары, в том числе и электро. Это то, чего здесь очень ждали. Красота вообще. Не передать. Просто не передать. Я вас очень благодарю. В школе искусств уже ждут наплыва обучающихся. Кроме того, новые музыкальные инструменты помогут вывести коллектив на еще более высокий уровень. Никита Вишняков уже больше пяти лет занимается музыкой. Когда-то даже хотел ее сделать своей профессией, но обстоятельства изменили планы. Однако завязывать с творчеством он не собирается. Мечтает создать свои музыкальные произведения, но прежде намерен освоить новую электрогитару. А руководитель ансамбля в этом поможет. Будем развиваться и участвовать в мероприятиях районного масштаба. А еще коллективы славяно-сербского района в знак благодарности хотят дать большой концерт у нас на Алтае. Наверняка и это желание исполнится. Ведь культура, она объединяет людей, сохраняет традиции, историческое наследие и для нее не существует границ. Евгений Плохотин, Алексей Фризин. День с толком. Из Луганской Народной Республики.